2 миллиона квадратных километров, 300 тысяч озер, не считая рек, 14% территории России, на трех климатических поясах, расположен один из удивительных центров природного наследия России, Красноярский край. Если вам когда-нибудь доведется здесь побывать, то обязательно спросите, куда поехать и что посмотреть. Ну а мы решили провести экспедицию прямо по Енисееву, одной из самых крупных рек мира, чтобы побольше узнать о природе этих мест, о культуре коренных малочисленных народов, узнать об истории освоения сибирских земель и Крайнего Севера. По пути нам предстоит посетить подкаменную Тунгуску и Турухан, нижнюю Тунгуску и Северную, Енисейский кряж и плато Путарана. Мы будем вас знакомить с природными комплексами и биоразнообразием, с экологией и проблемами жизни в труднодоступных поселках у жителей края. Мы посетим Центрально-Сибирский заповедник и музей вечной мерзлоты. Мы побываем там, куда стремились попасть путешественники и исследователи Крайнего Севера последние четыре столетия. Мы идем на Таймыр. Вернувшись из поселка Суламай, расположенного на подкаменной Тунгуске, я вновь прибыл на Енисей, где мне предстояло посетить поселок Борн. Необходимо отметить то, что поселок Борн с Енисея не видно, потому что он расположен на возвышенности, в глубине Соснового Бора. В прошлом году, проходя на катамаране по Енисею, я принял за поселок Борн деревню Подкаменная Тунгуска, расположенную на правом берегу. Что касается поселка Борн, то он расположен на левом берегу Енисея, в двух километрах ниже слияния с подкаменной Тунгуской. Берега у поселка крутые и обрывистые, в основном песчаные. В это время года лодок у берега практически нет. Дебаркадер еще не поставили, так как навигация еще не началась. И этот факт существенно затрудняет понимание, в какой части берега сделать стоянку. Впрочем, чуть позже я догадался и остановился у деревянной лестницы, круто взмывающей вверх по обрыву. Уже проходя по поселку в поисках магазина, я обнаружил, что поселок довольно большой. Здесь несколько основных улиц, вытянувшихся с юга на север, вдоль которых расположились брусовые дома и бараки. Поселок показался мне живым и перспективным, во всяком случае существенно отличающийся от поселка Суламай. Поселок расположен в глубине живописного соснового бора, каких очень мало на Енисее. И проходя по поселку, вдыхая этот аромат хвои, лоишь себя на мысли, что внутреннее удивление перерастает в восхищение. Поселок Бор Поселок был основан в 1949 году. Поселок начал строиться с аэропорта Подкаменная Тунгуска. В 40-е-50-е годы в деревне Подкаменная Тунгуска действовал гидроаэропорт, где принимали водные самолеты Каталина, Дарнье с посадкой на реку. В связи с бурным ростом Норильского промышленного района в годы войны, а также с необходимостью сообщения с Большой землей, правительством было принято решение о строительстве аэродрома и строительстве самого поселка. Для строительства были направлены 17 человек, заключенных из числа репрессированных. Работа была тяжелой. Первыми орудиями труда были лопаты и тачки. Из воспоминаний Ждановой Тины Георгиевны. Никакой техники не было. Все делали вручную и перевозили на лошадях. Лес, который валили для расчистки под полосу, весь сжигали, потому что вывозить было не на чем. Военнопленные жили в землянках, которые сами и строили. Аэропорт был сдан в эксплуатацию в 1952 году, а в 1985 году здесь совершали посадку в неделю от 60 до 65 рейсов круглосуточно. Як-40, Ил-14, а зимой Ил-18, Ил-76. Сейчас в поселке Бор проживает около 3000 человек. Характерным является то, что начало строительства поселка и его укрупнения, развитие различных видов транспорта привело к тому, что в тайге практически не осталось недоступных мест. Появилось множество приезжих охотников и браконьеров. И в 1982-84 году была проделана большая работа по научному проектированию Центрально-Сибирского государственного заповедника. Хотя, собственно говоря, сами зоологические и экологические исследования были начаты еще в 1956 году. Управление Центрально-Сибирского заповедника находится здесь, в поселке Бор. Вот туда мы с вами и пойдем. Мягкое золото, здесь мы видим елочку, здесь мы видим бородатую неясык и длинно-постую неясык. Вот внизу вы видите спилы разных пароль деревьев, которые возрастают в наших лесах. И мы будем задавать вопрос, как определить возраст дерева. Думаю, что все вы знаете, что достаточно посчитать подрядные возрасты. Или уже указан возраст дерева, то есть уже подсчитано. Дерево, оно, как и человек, вот как нашу душу ранит в течение всей жизни, и болезни физические, и душевные, так и на дереве мы можем увидеть, чем оно болело. Центрально-Сибирский заповедник был создан для сохранения и изучения природных комплексов Средне-Таежной Сибири, ландшафтов, поймы и долины Енисея и ее притоков. Например, в водах заповедника живут постоянно, либо заходят на нерес, 33 вида рыб. Лососевые два вида, ленок и таймень. Сиговые восемь видов, нельма, омуль, ряпушка, муксун, сигречной, пелядь, чир и тугун. Хариусовые один вид, сибирский хариус. Щуковые один вид, щука обыкновенная. Карповые одиннадцать видов, караси золотой и серебряный. Плотва, елец, гальяны обыкновенный и озерный, пескарь, ясь, лещ и линь. Вьюновые два вида, щиповка и галец. Тресковые один вид, налим. Колюшковые один вид, колюшка девятииглая. Подкаменщиковые три вида, подкаменщики сибирский и пестроногий. Широколобка каменная. Что касается осетра, нельмы, муксуна и ряпушки, то это полупроходные рыбы. Остальные виды – жилые. Хотя некоторые из них способны совершать значительные миграции в пределах водоемов предаточной системы Енисея. В Енисей широко распространены оба вида осетровых – сибирский осетр и стерлянь. До недавних пор они сохраняли, несмотря на интенсивный промысел, высокую численность, но в настоящее время буквально гибнут в результате браконьерского лова за пределами заповедника. Но об этом мы расскажем позже. На следующий день я решил узнать, а что же есть еще интересного в поселке Бор. И к моему удивлению обнаружил, что здесь есть музей истории поселка. Куда-то мы с вами и пойдем. Ну, вообще, поселок Бор был основан в 1946 году. Его основали военнопленные, потому что здесь необходимо было построить полосу для посадки воздушных судов, для самолетов. И вообще, когда образующим предприятием является наш аэропорт, аэропорт Подкаменная Тунгусска, и когда люди покупают билеты до Бора и говорят, что это Подкаменная, удивляются. Почему? Потому что аэропорт называется Подкаменная Тунгусска. Дело в том, что вот на стрелке Подкаменной Тунгусске Енисея, напротив нас буквально, находится деревня Подкаменная Тунгусска. Она относится уже к категории умирающих деревень. Там осталось несколько дворов и заброшенные дома остались. И там был раньше кедропорт. То есть, деревня Подкаменная Тунгусска была основана значительно раньше. Причем там, даже по сведениям археологов, там была палеолитическая стоянка. И вот у нас есть окаменелости именно оттуда. Вернее, не окаменелости, а остатки древних орудий труда человека. Здесь вот мы видим очепы, ручные рубилы, наконечники стрел, остатки глиняной посуды. И, кроме того, если забежать еще вперед, то вот здесь, где мы находимся, было древнее море. Вообще Сибирь является древним древним морем. И на 30-м километре, то есть в 30-ти километрах отсюда, найдены окаменелости. Здесь это губки, это кораллы. Вот даже, например, кусочек такого камня, в котором листочек. Так я поменял. Ну, вот я думаю, что вам лучше посмотреть. Ну, вот видно, что прямо папоротник. Ну, вот, например, вообще интересные даже такие находки. Вот, например, вот это вот, остатки ружья. Я полагаю, что это вообще была печаль. Потому что, вот видите, здесь сюда засыпался порох. Жжё запаяно, туда забивался патрон. Вот. Ну, порох, соответственно. И когда вот этот порох с помощью, скажем так, взрывался, то происходил выстрел. Ружьё, судя по всему. А это где найдено было? Это было найдено тоже на 30-м километре. На 30-м километрах? В 30-ти километрах выше от поселка. А. Там лес валили наши, ну, жители наши. Небольшая компания занималась этим. И вот там было найдено. А, примерно, это какого года вы можете... Ну, ориентировочно это 17-й век, я так думаю. Ну, специалисты у нас приезжали, смотрели, отнесли это к 17-му веку. То есть, мы сбораем дикоросов, грибов, яждах, черемши, потому что... Для дикоросов, да? Ну, для грибов, для ягоды. Потому что, как правило, сейчас, конечно, уже другие туисы. А вот этот рядом, который... А, вот это тоже туис. Он типа рюкзачка сделан, чтобы взять, можно было его на плечи. Надеть. Он, конечно, покорубился. Но вот из бересты делали вот такие туиса. Ну, вот такие утюги сохранились, например, которые... В которых закладывается уголь. Ими можно было гладить. А это в каком веке утюгами такими пользовались? Ну, вообще, дело в том, что электричество-то, оно, конечно, уже здесь и было. Вот. Но электричество включали через какое-то время. Вот. Ну, и просто-напросто вот эти утюги из-под каменной были привезены. Потому что тогда еще электричества не было. Даже, скажем, это 19-е лет. 19-е эти приспособления, эти были такие. Для охоты, для рыбалки использовали, для рыбалки, для передвижения по реке, так скажем, использовали такую лодку, ветку. Я всегда удивляюсь, думаю, ну, вот это на таком корыце, как можно переплыть инисей. Она довольно устойчивая и легкая, и управляемая. Вот, и местные жители, которые здесь жили, кеты, вот они перебегались на таких лодках. Ну, тоже уже появились другие. Ну, тут это отверстие, у него вставлялась, вставлялся такой шест деревянный, и им продалбливали лодки. Это для зимней рыбалки приспособление. Ну, вот пешня побольше. Она сильная. Ну, кстати, пешня, такое приспособление, как пешня, используется до сих пор, потому что зимой наши мужчины ходят рыбачить на Налимов. И вот такими вот пешнями они продалбливают лед. Лед очень толстый, бывает где-то даже до одного метра толщина. Поэтому, конечно, довольно сложно. Но, как только венесей становится, тогда уже начинает... А вот это приспособление для шитья, это что? Вот это? Да. Это сама прялка. Это сама прялка. Где ее обнаружили? Это тоже из-под каменной привезено. Вот. Из-под каменной, вот с помощью педали, есть вот педаль, и с помощью этой педали, вот через ремень, ремень сейчас уже отборвали, причине такой, она приводилась в движение. И сюда вот вставлялась ледяную. А вот катушка на нее наматывалась нить. То есть нажимаешь на педаль, она крутится. Еще бердо или берда. Я сама была удивлена, ну как же это все делалось-то. Потом я уже заглянула в интернет. Вот такие домотканные коврики, которые были на этом приспособлении. Причем вот такая ширина. Вот. Здесь была провета нить. Вот. И когда нитки пролергивались, между ними вставляли, то поперечная нить передвигалась сюда, потом уже в другую сторону. То есть вот полотняное переплетение можно было делать. Можно, кстати, есть и большого, и маленького размера. Делали и пояса, и узорные у них там различные выбивали. Вот. Все благодаря вот этому приспособлению. Но, как говорит руководитель музея Екатерина Олеговна, это бердо. То есть местные жители называют это бердо. Вообще бердо или берда, разницы нет. Даже в Болгарии вот такое приспособление есть. Интересно. Да. Ну, сундуки, конечно, уникальные. Потому что они тоже были переданы местными жителями. Потому что у нас не было, ну, у людей раньше не было чемоданов. И они вот эти сундуки использовали как предмет мебели, как средство охотно-возгодов и вещей личных. И вот, как правило, сундукам всегда, я помню, еще у бабушки тоже был такой сундук, наклеивали от конфет, от мыла. Рассказав о целях и задачах нашей экспедиции, я попрощался с жителями поселка и сделал несколько памятных фотографий в надежде на то, что когда-нибудь я сюда обязательно вернусь и продолжу знакомство и с подкаменно-тунгусскими столбами, и с Осиновскими щеками, и с Вороговскими островами. А пока, вернувшись с под каменной тунгуски, Дмитрий Лямич подарил мне щенка лайки, для того, чтобы мне было не так скучно в дороге, да и с тем, чтобы лайка могла облаять всякого зверя по пути в самые низовья Енисея, и его притоки Турухан и Нижняя Тунгуска. Но это уже другая история.